Друзья, всем здравствуйте! Мы на Дросподкаст. Сегодня у нас удивительный гость, уникальный гость, наш друг-товарищ, серебряный призер Сидненской Олимпиады 2000 года, чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Султан Ибрагимов. Приветствую, добрый. Султан, рад тебя видеть. Это смотрю, читаю, смотрю твой этот, теперь вживую будем общаться. Теперь вживую будем общаться. Наши все с тобой товарищи, друзья, всех тут, и Айсан Борисович, все были, Денис и Олег, все в гости, и все еще придут. Со всеми сейчас на связи, тоже графики, графики, да, Гидарбека, всех хочу пригласить, со всеми поговорить. Султан, ты родился и вырос в селе Тлярата. Это район села Тлянада. Тлянада. Я открыл карту, я посмотрел. Это, во-первых, высоко в горах, да, это почти полторы тысячи метров над уровнем моря, это близко очень, мне кажется, там через хребет уже Грузия получается рядом. Мы граничим и Грузией, и Азербайджаном граничим. Это очень такая, в общем, ну, как бы такая дальняя точка. Расскажи, пожалуйста, об этом, почему ты там родился, вот, как так случилось, что это за место? Село у нас маленькое, да, тогда было 60 хозяйств только, сегодня уже 30-35 осталось, люди уже переезжают вниз, горы спускаются. Вырос, жил, да, у нас там как бы и удобств не было, автомобильной дороги тогда еще не было. Груз надо было на лошадях таскали, мука, там, соль, все, что нужно для этого на зиму. Зимой дороги полностью закрывались, тогда большие снега бывали. Ну, раньше у нас тоже здесь бывали, тоже здесь снега, раньше такие зимы бывали. А там без дороги, без связи, без ничего, так вот жили и выживали, можно сказать. И вертолеты туда не поднимались? Вертолеты поднимались, вертолет, ну, это редко, когда что-нибудь экстренное, что-нибудь вертолеты поднимались, а так километров, наверное, 5, даже чуть больше машин, автомобильной дороги тоже не было. Но зато не болели. Все были здоровы. Какие-то прививки, это вот то, что в городе было, у нас это все отсутствовало, потому что я даже не помню, что даже это отравление или там какие-то болячки, или что-то там выходило. И питание хорошее, и воздух, ну, чистее питание, и воздух, наверное. И тогда, по-моему, даже природа, экология тоже почище была, видимо, может. Я правильно понимаю, то есть вот это население занималось, по сути, там, скотоводством, да? Да, скотоводством. И сельскохозяйством. Сельскохозяйство, да. В принципе, у нас, да, там, кроме картошки, там, и капусти, ничего не растет. Из-за того, что высоко. А так, в основном, да, барашки, животноводство. Ну, в твоей семье были? У нас у всех было. У всех, да? Да, ты тоже пас, как бы, у каждого семьи, свои барашки. Там раньше было еще колхозные, там, колхоз. От колхоза были отдельные стадо. И собственные, да. Поэтому, этот, много времени проводил тоже в горах. Чабановал тоже. Чабановал, да? Чабановал. Эти после трех дней, которые ты воспринял, остальные дни, они как каждый день, как три дня проходят. Тяжело было, да? Конечно, да. А сколько тебе было лет? Пятнадцать, шестнадцать лет. Пятнадцать. Вы знаете, этот человек укрепляется, самостоятельность появляется. И этот, я после, вот, пятнадцать лет, после восьмого, девятого класса, я уехал в Ростов учиться. Я уже жил в общежитии, я уже как-то пятнадцать лет, я сам себя там стирать, готовить, все уже в этом плане уже подготовлено бывает. Слушай, а по поводу вот, ну, горы, там, волки, наверное, там, вот, как какие-то с точки... Ночью, а ночью, бывает, медведи нападали, бывает, на стадо, там, это, если медведь, это хороший, медведь одно забирает, уходит. Плохо это днем волки, они могут, там, штук двадцать, тридцать, сорок... Зарезать, да? Да, после, как волка, их даже резать нельзя, поэтому пропадает. Поэтому же чабаны ходим, и собаки там охраняют, поэтому таких случаев не было. У тебя тоже была самая собака, да, получается? Ну, не моя, это, в каждой стаде там по четыре-пять собак бывает. Вот они ночью охраняют, если там медведь приближается, они галкают, вышли там. Далее. Да, перезарядкой воздух дал, все спокойно, да, человек. Но в твоем случае, вот, просто, ну, интересно, таких вот моментов не случалось, вот, когда ты был чабаном? Чабаном. Не, ну, там-то собака залетает. Работает. Да, ну, это, как бы, сколько давали нам, вот это, как Астахон, да, как они там воздушные, этот, патроны. Ночью перед сном все равно стреляют в воздух, типа, да. Типа я здесь, если что. Да, и мы здесь, мы вооружены. Да, 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 да. Ну, получается, в этом, в твоем, как бы, вот, селе была школа? Школа, да, 8-летняя школа была. 8-летняя школа. Да, 8-летняя школа. А дальше 9-10, уже соседное село надо было тоже, там, 2 километра, другое село, там, там уже средняя школа. Как ты переехал в Ростов? В Ростов переехал, не знаю, знаешь, учился я отлично в школе, у меня были одни пятерки. 9-й класс закончил, две четверки, остальные пятерки. Мой отец жил в районе, работал начальником финнадела. Он закончил финансовый техникум еще в Дагестане, еще в те времена. Поэтому по стопам отца все равно мы же пример берем от отца каждый. По стопам отца хотел поступить в финансовый техникум. Я поехал в Ростов, там старший брат уже у меня там учился, он в народно-хозяйственном институте. И там у меня документы не взяли, сказали, у вас в Махачкале есть? Финансовый техникум, поступайте у себя. К нам не надо ехать, да? Да, нам надо ехать. Народу много. Раньше как бы считалось, если там уехал поступать, если обратно приезжаешь, там сказал бы я, там документы не взяли, все подумали, что я не поступил. Это такой принцип бывало в селении, поэтому поступил автодорожный техникум, чтобы не возвращаться пустым. На бюджетную группу? Ну, тогда все же бесплатно. А, платно тогда не было, да? Да, платно тогда не было. Бесплатно. Ну, учиться уже не хотелось, просто уже такое желание, которое было чисто финансовым, оно отпало. Поэтому в техникуме, когда учился, там уже дальше, уже через год-два пошел на бокс. А вот, смотри, ты жил в своем как бы селении, ты там помимо вот там своей деятельности, ну, хозяйства, помощи, семье, ты чем-то занимался? Там у нас в селении всегда кто-то что-то делает, занимается, то борьбой, то бегают. Я был слабый, физически слабый был, и бегал тоже в классе, как бы это слабо бегал. Я вот последний год, девятый класс, я бегал каждый день к речке и обратно. Какая бы погода ни была, все удивлялись, к чему. Когда уже 1 марта или 9 марта, не помню, у нас бывали там сельские соревнования, там, март, говорят, мае. 1 или 9. Мае всем селом, 3 километра, там же по горным дорогам же тяжело бегать. Ну, еще и высота, если там село, там, на полторы тысячи. Я когда возвращался, я когда смотрел, метров 300-400 сзади, никого не было. Я первое место тогда занял в мае, то, что ни один день я не пропускал бег. Вот это вот там набрался, и потом Ростов приехал год-два. Тогда очень тяжело по-русски, хотя вот отлично учился, с русскими тяжело было раньше. Сейчас мои дети не говорят по-аварски, они сейчас говорят по-русски, а мы не могли по-русски говорить тогда. То есть вы в школе учились, как бы разговаривали на аварском, получается? Да. И вот в Ростов поступил, уже год-полтора прошло, потом пошел в боксерский зал. Всего лишь хотел мастером спорта стать. Хотел стать мастером, но тебя бокс как-то привлек, да? Ты как вот... Знаете, это все благодаря тренеру Анатолию Тимофееву Черняеву в Ростове, он до сих пор, слава богу, он жив. Сейчас он рисует, картинки рисует. Вот он первый день на тренировку пришел. Извини, во сколько ты пришел? Сколько тебе было лет, когда ты пришел на бокс? Не, было неполных 17. Неполных 17 лет? Да. Почти уже там ближе к 17, больше, да? То есть ты пришел первый раз на бокс? Да. Да, записался. Записался, и он первое условие... Ну, на парах поставили, я там что в боксе? Откуда, что я знал бокс? Я выходил, я подрался, ему понравилось. Ход пропускал, не пропускал, но, видимо, проверял характер. И он в следующий день, говорит, там была основная группа и платная группа. Пойдешь, говорит, основное условие, опоздал, получаем прыгалкой. Три раза, два раза, третий раз, три раза, четвертый раз домой. И после этого я никогда никуда не опаздывал. Поэтому я вас всех здесь ждал. Да, да, да. Всех приехал. Султан, мы сегодня договорились, он пришел, соответственно, на запись. Он первый пришел, я опоздал. Там команда некоторые опоздают. Султан пришел первый, уже все здесь, все узнал. Мне ребята высказывают кофе, говорят, я говорю, все в кофейне, я все в кофейне. Уже все прошел. Я уже знаю, где же я нахожусь. Это воспитание первого тренера. Да, это да, на самом деле, она пригодилась, всю жизнь пригодилась. Если мне тренер, мы останавливаемся. Я когда не хотел на сборы, первый раз тренер говорит, надо ехать на сборы. Нашли какие-то там спонсоры денег. У меня семья, знаешь их семья, Бочарайва, они поддержали меня сборы, оплачивали первый раз. Поехал на сборы здесь, в Подольске. Я когда приехал, вот первый сбор, столько я получил ударов. Я не получил за всю остальную карьеру. А это получается, ну, он как бы тренер известный, понятно, да? Он тебя, говорит, Султан, поехали. То есть он каким-то образом тебя, типа там, как помощник, как спарринг-партнер. У меня настоял на этом, чтобы, да, чтобы поехать на сборы. Ну, как бы платные, да, сами оплатили. А, да. А главным тренером был Николай Дмитриевич. Главным тренером был Николай Дмитриевич Хромов был. Так. И в Подольске. И меня ставили на парах. Я просто бокс, я, в моем понимании, бокс – это драка. Я выходил, каждый бой дрался. И я помню, все вот так вот становились, все смотрели. Я получил, сам очень много тоже получил в этом, на этом сборе. Я же говорю, ставшую спортивную карьеру, я столько удара не получил, как за первый сбор. И, естественно, в конец сбора Николай Дмитриевич подошел. Я был никем, я даже мастером спорта не был. Он говорит, следующий сбор за счет сборной России. Меня он сказал, и Тимофеевичу моему тренеру сказал. Для меня это был уже очень большой стимул. То, что главный тренер, когда так сказал, наше внимание уделил, он заметил. И поэтому после сбора уже начал более относиться тоже уже к тренировкам, более серьезно относиться. Расскажи про те сборы. Ну, кого ты там помнишь, кто там был в этих сборах? Последний этот день, бывают спарринги, да? Вот конец сбора. Меня ставят в парах в спарринг, третий номер России. Я забыл его фамилию, он потом, через третий номер сборной России, который третье место, который занял, призер. Меня в парах поставили, я ему в втором раунде уронил. Даже хорошо так уронил. Бой остановили. Левый, наверное, я в сумме решаю, тогда был. И весь зал такой смотрит. Вот тогда Николай Милюш подошел и говорит, в следующий сбор за счет сборной России будете приезжать. Ну, так вот, ну, это может. И такая удача. В боксе же у нас всегда не все от себя, она от нас зависит. Бывает мой вечер, твой вечер. И этот день мой же был мой. Этот парень уронил, и тогда все говорили, это какой-то новичок пришел, там сборника уронил. И вот так вот уже потом дальше нашел дружить, узнавать ребят. Вот так вот поехал. После этого меня отправили еще в сборную, где я не был, никем не был. Еще в мастерном спорте даже, да, не был. Меня отправили в Польшу на международный турнир. Носки дали, рыбок такие, да, такие большие носки. А, ну, типа форму сборной. Форму, да, полотенце дали. Я так гордился этим, что от сборной у меня полотенце и носки были. А почему только носки и полотенце, я не понял? А где костюм? Костюм еще это же раздали. Осталось носки и осталось полотенце. Тебе дали. Полотенце, носки дали, и меня отправили с командой туда, в международный турнир Польши. Там два боя выиграл в финале с поляком. Такой здоровый поляк был, очень такой накачанный, здоровый. Но он, в боксе, такой слабый был, но весь зал за него болели. Такой бой. Тренера сказали, там, говорит, бой ты выиграл. Но у себя на родине отдали поляку, вторым стал. Тоже для меня был успех. Потом отправили сразу осенью, отправили на матч и встречу в Америку. Там тоже выиграл. Вот так вот, когда уже внимание старшего тренера, когда это увидишь, мой тренер уже вообще, вот, уже меня уже начал во всем контролировать. Уже останавливаться, даже если я сильно этого хотел, уже ситуация не давала уже останавливаться. Я тогда уже в 97-м, да, первый раз приехал на сбор. В 98-м году куда-то возил. В 99-м году уже чемпионом России стал. Я слышал одну историю о том, как тебя Анатолий Тимофеевич, ну, как сказать, мотивировал, да, и чтобы тебя заметили. Ну, все ребята работают на мешках сборной и взрывы делают, да. И, как говорят там, ну, взрыв, потом хоп-стоп. И он тебе говорит, султан, когда стоп услышишь, еще очень сильных пять ударов бей прямо на весь зал. Вот такая была история? Ну, это бывали, да. Бывали, да. То есть это чтобы обратить на себя внимание. Я-то ничего не понимал. Я понимал тем, что я должен делать чуть больше, чем другие. Может, он это имел в виду, потом сказал, я, говорит, тоже много что делал, чтобы, когда тебя обращали внимание. Но тем самым он добился этого. А для себя считал я, типа, говорят же, там, когда вот читали книгу Тайсонга, встает в 4 утра, бегает, он говорит, пока мои соперники спят, я бегаю. Такие примеры брали. И со зала в последнем ухожу. Или там, если кто-то что-то делает, я чуть больше делаю и ухожу. Вот это, в моем понимании, это было так. То есть у тебя такие были правила делать больше всех? Больше, чуть больше, да. Чуть больше, да. У нас у боксеров, ты лучше знаешь, Гайдарбек, Гайдарбеков, например, олимпийский чемпион, он делал, сколько он делал, я все два раза больше делал. Даже это большое седло, поднимаемся, они не всегда поднимались. У них есть стиль в боксе такой, что он игровик, он там побегал, подвигался, обманул, выиграл. Мне надо было физически быть подготовленным, потому что я только так вот мог выиграть. По сути, как бы ты супертяжеловец, 91 боксировал, потом все равно супертяжеловец, ты был невысокий, все были выше, тебе нужно было близко, тебе нужно, там, большой объем работы нужно было проделать, да? Да, 81 килограмм было у меня, когда первый раз на сбор приехал, потом 84 стало, я поднялся, 91. На олимпиаде у меня было 86 килограмм. То есть ты в 17 лет начал заниматься спортом, а в 25 ты уже боксировал на олимпиаде и стал серебряным призером. Соответственно, там у тебя период в любителях, как бы, ну, достаточно короткий. На каких россиях ты участвовал, ну, то есть сколько было? Приехал на сборы в 97-м, 98-м такой был год, а в 98-м году тоже я приехал здесь на спаррингах, первый номер был Кшинина, Волгограда. Они готовились на Европу, а мы как бы, как, меня уже взяли в сборную, я же ником не был. Да. Я посек Кшинина. В спарринге? Да. И весь свободный, пустой. И там был Лопатинский, тоже из Волгограда, всех на же зале. И спарринг сделали Макаренко вместе, потому что Макаренко был 81, его подняли 91, чтобы на Европу кому-то поехать. Я молодой, мне, хоть я ударил, я еще не проверенный. Да, тебя еще не знают, как на международке. И тебя Жене поставили? Жене и Лопатинский, и Макаренко, они их поставили, а я поехал на международный турнир этот, Махачкалу, Махановский. И вот так вот распределяли, потом уже, это был 98-м год, 99-й год, уже Россия была в Челябинске, тогда у меня, в принципе, ну, знаешь, все равно уже молодой в боксе, я как-то, не знаю, через сборных, опыта нету. И там ко мне подходит Николай Дмитриевич, говорит, у тебя есть все, чтобы стать чемпионом России. Просто два слова сказал он мне. У тебя есть все, чтобы стать чемпионом России. Он мне сказал и ушел на тренировки в сборах. Это уже, как бы, для меня тоже был такой стимул, что неспроста сказал главный тренер, чтобы кому-то подходит, этот подходил. Это же редко бывало на сборах. Я об этом, ну, всю ночь думал, к чему это он имеет, этот. И, как бы, все равно тренируешься, знаешь сборную страны, сборников, боксеров, там, международники, заслуженные мастера спорта. Ты, как бы, сам даже думаешь, что там все равно у тебя шансов нету. После этих слов я задумался. Это, наверное, неспроста. И вот так вот на Россию, когда поехал в Челябинске, такие бои были, хорошие бои. В финале к Счининым вышел, к Счининым было все время, там, первый номер, он был долго там. И там ему и считали, иногда он один раз, ну, как-то этот бой, я с ним, он Левша был, с Левшой, мне всегда хорошо бывало. Тебе, если ты любил, да, с Левшой? Да. Хотя, кажется, больше все правшие же все. В полуфинале Лопатинский, тоже Волгограда, с ним у него очень тяжелый был, выиграл у него. В финале к Счининым мне очень легко удалось, победа. Тогда тоже так, он мимо проходил, Николай Дмитриевич, после боя говорит, ты как красмейстер, что ли, как-то он. Вот здесь все сделал, как красмейстер, что ли, как-то сказал. Такие два слова, которые старший тренер говорил, это много стимула, многое значило для нас тогда. Так попало, даже мастером спорта не был. Мастером спорта я даже не стал, я потом международником сразу получил книжку. В этом же году осенью был турнир на Олимпиаду в Севастополе, первый турнир. Там в Европе попадает 7 человек, в тяжелом и супертяжелом весе, 7 человек. Три турнира, первые три места, четвертый турнир только первое место. Первый турнир был в Севастополе, тоже выиграл, я и получил международную книжку, получил. Очень экстерном, короче, ты прошел. И путевку на Олимпиаду. И путевку на Олимпиаду. Именная была тогда. Тогда была именная, тогда нельзя было. Ну, получается, у тебя вот Кшинин, да, вот я хочу спросить, кто у тебя тогда в твоем весе, кто для тебя были такие принципиальные соперники в России? Соперники принципиальные, конечно, всегда первый номер, это Кшинин. Кшинин, поэтому мы сейчас общаемся, дружим, хорошие отношения, но в спорте, когда все равно бывает какой-то уже принцип к первому номеру, поэтому недовлюбливали друг друга. В одной весе нужно доказывать. Это не только в моем, это в каждом весе, наверное, так бывает. Да, конечно. Поэтому этот был такой решающий момент, на чем я, от России, в этом, тогда уже выиграл, все, как бы, этот. Я же даже недолго был в любительском, в 2000 году Олимпиада, мы же не участвовали, в 2001 году была опять Россия, в этом, в Саратове, там тоже я выиграл. И после России на мир тоже поехал и уже оставил любительский. Да, после мира ты завершил. Я посмотрел финал Олимпиады, но я его помню, ну, чтобы освежить. Скажи, пожалуйста, вот, во-первых, это был твой такой самый сложный бой против Феликса Савона, вот, и чего тогда тебе не хватило? Потому что местами, вот, картинка, ну, реально была, ты смотрел, ты караулил, и местами, вот, казалось, сейчас вот-вот ударишь, вот прям вот-вот ему создашь. Ты попадал, ну, прям такое вот висело, но чего-то не хватило. Знаете, у меня на Олимпиаде был самый тяжелый бой, бой был, первый бой. Я хотя в третьем раунде же я досрочно выиграл, в Новой Зеландии, по-моему, парень был такой этот, или какой-то острый у них. Самуа, по-моему, да? Самуа, да, да, вот я досмотрел, да. Парень, сказали, после этой Олимпиады его посадили, там, кому-то приставался или что-то такое. Да, был тяжелый бой, я в этом бою так выложился. Потом дальше, больше дойдем до финала, до финала дошел, уже мне все поздравляли, там, Феликса, он, которым был двукратным олимпийским чемпионом, видимо, уже тренерский штаб, все понимали, что даже Олимпийский комитет заинтересован сделать имена в каждом виде спорта. И как-то незначение не давали они мне, они поздравляли вторым местом. Единственный тренер был с Ростова, мне звонил, он Ростов был, Тимофеевич, не со мной был тогда. Он говорит, с первого раунда надо идти вперед. А здесь тренера говорит, надо научи, посмотри, надо присмотреться в первый раунд. Это ошибка была, что я начал присматриваться в первом раунде, даже перед ними джебами, ему сразу видно было 4-0. Тогда мало же очки давали за этот. 4-0, когда раунд закончился, я ударил, и он два раза мне ответил. После начала второго раунда нас на угла разводят и дают предупреждение мне, еще два очка ему дают. У меня было как бы ударил гонг, я ударил, а он два раза ответил. За это с меня сняли два очка, ему отдали. Так вот, я уже понимал, что этот, просто, олимпийский чемпион, там, этот, лиги, бокс, все, это тот, это даже настрой со стороны такого не было, чтобы этот выигрывать. Хотя я уже под конец понял, что его можно было и уронить, можно было, он пропускал, он плыл. Раньше времени бой остановили, говорили, не знаю, там, по времени, на Олимпиаде, хотя как идет. Ну, такой бой, где надо было идти с первого раунда, вот это была ошибка, которая часто сам себя задавал вопрос, почему я так не сделал. Да, начал вторым, ну, тянуть на себя, как будто бы, вот, дал ему активность. Да, на себя, да, он передний рукой, шелк, шелк, за такие удары, очки не нажимали, раньше тяжело давали очки. Они в первом раунде, они застраховали, 6-0 сделали ему. Да, формула 4 по 2 тогда, вот, тогда 4 по 2, ну, такая достаточно, такая тоже динамичная, интересная, 2-2 минуты всего, надо что-то быстро сделать. Это был хороший поединок, вот, и казалось, что вот прям вот потенциал был, мне кажется, тебе, конечно, не хватило. И в конце, в конце он уже начал его гонять, во-первых, он пропустил, его там пару раз качнуло. Рассечение было, пропустил он. Рассечение было, да, там его долго мазали. Вот это чуть-чуть, да, чуть-чуть мы опоздали. С тактикой? Да, тактикой, да. Так вот, он уже как бы, он убегал, он не хотел боя, он уже это почувствовал. Ну, сейчас что, лет сколько прошло, сейчас что об этом говорить? А этот вопрос тогда еще задавал себе и на все вопросы сам себе ответил. В общем, если говорить про вот такую любительскую карьеру, Савон, как казалось бы, да, там, Феликс Савон не был для тебя тогда самым сложным соперником, с которым ты встречался в ринге, в любителях. Ну, Феликс Савон, он стабильный боксер. Я когда на Олимпиаде его увидел в бане, когда это, да, в бою еще, когда я его увидел, он выходил в бане, он как будто полуживой идет. Я думал, это что ли? Я его взял в раунде. Он на ринг заходит, он как прыгнет вверх, и совсем другой человек. Думаешь, он много гонял, да? Не то, что гонял даже, да, он просто не так ходит, как будто они уже опушены руками, головой, как будто, как бы дойти до дома, да, вот такой как-то больной человек. На ринг заходит, они вообще этот... Меняется. Совсем другие, вот так вот прыгают, вот такой бодрость, такой этот... В этом плане, конечно, этот, наверное, опыт долгий, который... Мы там на этом турнире были, в одном номере жили, там, в Севастополе, когда условий таких не было, 4 боксера жили в одном номере. Первый олимпийский турнир, и там Малахбеков был с нами. Мы там с семьей рассказываем, там, этот, он говорит, он все время лежал с натянутым, как его, с одеялом, вот так вот лежал, на нас смотрел. А ринг-слой? Да, слово не говорил. И под конец говорит, вот столько вы энергии, зачем вы тратите? Мы шутим, смеемся. Он говорит, берегите энергию, говорит, для боя. Вот так вот, вот это есть, наверное, этот профессионализм и этот, и опыт, который... Временами, которые получили. Вот так вот, это то есть Севастопол тоже, так вот, он ходил, как бы еле живой, ходит, там, в столовой проходит, уходит. Вот еле ноги тащит, а на ринг заходит, такой, встряхнулся, прыгает. Уже совсем другой человек. Угу, да, это состояние бойцовское, он в ходе, да, и, ну да, это, конечно, большой опыт. Ну, а у Раим Кули, я обязательно постараюсь с ним встретиться, тоже приглашу. У него тоже, конечно, огромный опыт. Да, 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 он этот, полуфинал, финал от нас всех, а он другой номер отдельно. Я, говорит, с дагестанцами не могу, говорит, спать, говорит, я, говорит, отдыхать не могу, я настроиться не могу. Вот так вышел он, и сейчас доскорь за это его, там, пощучиваем этот день. Да, да, ну, короче, вы так, пошуметь, посмеяться, поюморить, а у него больше концентрация. Да, да, он ощущена, даже не разговаривает человек, это, говорит, энергия уходит. Мы же должны, она будет так готовиться, если я не знаю, как. Даже не разговаривать. Ну, а по ощущениям, каждый раз, вот, да, вот, кому-то нужно поговорить, повеселиться. Это как вот кому-то подзатыльник дать, да, кого-то погладить. То есть тренера, когда, психология у всех разная, да, с кем-то пошутить, кого-то завести, наоборот, вот у него. Вот у меня чемпионат Европы был в Хельсинки, в финале, французов выигрываю я. Третий раунд, ну, разрыв там, 4-5 очков был, разрыв, выигрываю, но это тоже тогда очень тяжело давали, чтобы этот 4-5 очков обыгрывать. Он должен меня так в последние раунды гонять, чтобы этот, чтобы выигрывать. Меня дало или уронить меня, или этот. После раунда прихожу, я уже понимал, я в виду, ну, последние 3 секунды побегал, это то, это не свой бокс, но, вот, да. Я сел, и Николай Дмитриевич, как дает мне этот, подзателил по шлему. Ты что бегаешь, говорит, иди, держись, ты что, такой этот, мне как это взбесило меня. Я думаю, ко мне никогда никакого обращения, такого обращения не было. Я иду, он француз маленький был, он такой в скачках, в скачках работал боковыми, такой вот. И только он идет на меня с скачками, видимо, он тут, понимал, и я тоже встречаю его, этот, по животу, по животу, и, видимо, попал чуть ниже, и нашел куверкаться француз. Видимо, этот шлем, бандаж вверх попал, я ему зажал, она, они потом показывали, бандаж сломался, там, это сломался, это то. Он снялся, он мне второе место дали ему, он чемпионом стал. То есть, типа, там, как запрещен удар, типа, да, ниже пояса. Ну, ниже пояса, типа, да, вот так вот, меня отдали ему победу, его даже не перестали, его не было, он в больницу уехал, мы, конечно, тоже какой-то цирк сыграли, и я с ним встретился на Олимпиаде, второй бой. Я говорю, я сейчас тебе выстрою сейчас, за Европу. Там хороший бой был, он такой очень насыщенный француз был, хороший бой, хорошо выиграл, и оно, вот это вот, минута до конца боя, от того, что вот этот, Николай Дмитриевич, этот вот. Да, эмоционально тебя так немножко из равновесия вывел, да? Да, да, из равновесия вывел, да, он чуть-чуть это разозлил так, и вот это вот, который спокойно контролировал бой, вот это вот, чтобы показать им, ударил, и этот тоже, видимо, такой момент попал, он скачка с боковой кидает, и я тоже в это время попадаю. И вот так вот потерял эту золотую медаль в Хельсинки. В Европе, на Европе. В Европе, да. Ну да, у тебя получается серебро, Европа, бронза, мир. Да, и серебро Олимпиады. И серебро Олимпиады, да. Такая вот, ну, короткая, яркая, но мощная, мощная карьера. Я правильно понимаю, после Олимпиады стали уже обращать внимание там промоутеры, менеджеры по поводу профи? Ну да, по профи, там, с Германией, у меня там было обращение, там, с Японией. С Синеверсума было обращение? Я тогда не, ну, видимо, наверное, да, я тогда не понимал, Тимофея, что там отправляли сюда в зал. Он говорил, с Германией есть, там с Японией. А у меня близкие там в Америке были, я уже решился через них. На профессионалах такой, тут легенды же ходили, значит, в Америку едут, всех обманывают, обратно приезжают. Поэтому, ну, как-то проверенных людей, такой, такой непростой шаг. Сейчас это легко, сейчас все открыто, все это все знают. Тогда и даже 2002 год, это я поехал, все равно чуть-чуть побаивались. Один Дзю был, он в Австралии жил, и Москва, Москва в Америке жил. Олег, да. Да, Олег. А так наших ребят мало было. Да больше не было никого. Юра там боксировал в Японии, но уже закончил к тому времени. Поэтому тогда очень много ребят, там, с Ростова даже нашел, он был парень с Новочеркасска, его там завели туда, в Америку, там, подписали какой-то контракт, и он там за копейки боксировал, пока этот, подставили, да, жестко, и без денег приехал. Такие истории тогда бывали, поэтому это был шаг такой, который надо было обдуманно делать, и через моих друзей ростовских. С кем ты, напомни, какая промоутерская компания была, с кем ты подписал тогда договор? С промоутерской не было, на промоутерской компанию, там, на каждый бой отдельно записывали, ну, и контракт был с менеджером, да. Менеджер договорился с промоутерами на разовые бои. Так вот, у меня там Славик был покойный, он умер. Он и Гринберг, они двоем создали там менеджерскую компанию, я с ним подписал. Славик, как Славу? Трунов. Трунов, да, я помню его, мы с ним знакомы были, да, он взрослый уже был дядя. Взрослый был, да, он, потом умер он. Да, как раз в Майами. Он с Москаевым тоже он работал. Такая, этот, тактика наших менеджеров там, в Америке, что ты самый лучший, ты самый сильный, ты самый, этот... Все, кто до тебя был, там минусы были, там минусы были, вот ты рожден для этого спорта, вот так вот настраивают, а не каждого боксера. И сначала веришь, а потом понимаешь, что тебя этот... Ну, как бы так, тебя эмоционально поддерживают, так сказать, да? Да, да. Слушай, а вот я помню, что когда Султан Ибрагимов появился в профессиональном боксе, тебя позиционировали, что у тебя есть брат Тимур Ибрагимов. И вот как бы такая параллель, типа там, братья Кличко и там, братья Ибрагимова. Вот с Тимуром мы тоже знакомы, но, конечно, я его очень давно уже не видел. Вот расскажи эту историю. Тимур, я когда приехал в 2002 году, я подписал контракт с ними, я два боя провел, уехал с Америки там, чтобы все собраться, и думал уже отсюда уехать. Когда я обратно приехал, там уже я познакомил с Тимуром. Тимура тоже они подобрали, и мы заселили, мы жили в одной квартире, жили. Вы были в Майами, Султан? Майами, да. Такой очень чисто плотный парень, узбек, он однофамилец получается, и поэтому, как бы, однофамилец так говорили, а так он из Узбекистана. На сегодня тоже мы с ним на связи, он женился на американке, получил гражданство. Уже он американец. Уже американец. Да. А чем он занимается? Он тоже там тренирует, ребят тренирует, даже наших тренирует, из Узбекистана, которые это чемпионом, мы стали чемпионом, по-моему, кто-то к нему попал. Бахадир, Джалол. Бахадир тоже, по-моему, у них там какие-то промоутерские организации, они там подписали соглашение, и они сейчас ребят забирают, тренируют. Он так с успехом идет там, таких наших, основных наших ребят собрал там и боксирует. Они, по-моему, даже это такое соглашение с Эдди Хирн, да, британский взял, с ним, говорят, на соглашение, так вот я с ним на связи бываю периодически. Я помню, он высокий такой был, по-моему, тоже был Левша, нет? Левша был или Павша? Нет, он Павша был, он Павша был, он на Олимпиаде 96. В 2006 году на Олимпиаде был он, в Атланте, оказывается, там бой проиграл, потом в 2000 году, кто был? А, в 2000 году у них Чагаев уже был, да, Чагаев был. Русланда был? Да. Я правильно понимаю, то есть ты как бы подписал договор, и ты, по сути, переехал жить в Майяре. Да, получил рабочую визу, платил налоги, тренировался, жил. Конечно, первое время очень тяжело, самое тяжелое, когда в Америку уезжаешь, это бороться с тем, что ты там находишься. Ни тренировки, ни спарринги, ни бои, ни все самое тяжелое. Язык, да? Язык, не знаешь, мне там показали квартиру, показали зал, и показали русскую плазу, куда можно поехать, там купить, там, или газеты, там, тогда, даже интернета не было в это время, потом появился интернет. Магазин «Матрешка»? Да. Это, как же он, господи, называется район-то, забыл. «Коринс-Авен», по-моему, там русская плаза, и там, да, брали газкассеты, там прокат, там, видео, так, вот какая-то... Еда русская. Еда русская, да. Вот это место показали, зал, и где я живу. Вот, хорошая квартира, там, бассейн, во дворе бассейн, там, бассейн, там, чакузи, все это было, вот, к этому дому относилось, но все равно, какие бы условия ни были, когда ты так далеко находишься, и ничего не понимаешь, и телевизор включаешь, тоже ничего не понимаешь, вот это время было самое тяжелое. Потом уже начинаешь язык понимать, потом начинаешь, там, какие-то деньги зарабатывать, потом, понимаешь, там... Какие-то общения, да? Появилось интернет, появилось, да, ноутбук. Купил тогда этот уже газета «Ру», «Правда.ру» первист, это эти сайты, которые мне подсказали, они, где мы уже читали русские новости. Вот это вот, мы так вот все далеко ушли, вот все это 2003-2004 год, вот эти вот ноутбуки появились, и там можно было читать в Америке, находясь новости, то, что в России происходит. В каком зале ты тренировался? Там был этот Мухаммед Али Анджело Данди, приезжал в этот зал, он старый уже был, он там как бы контролировал тренировки, это за Узбич, забыл этот зал, как называется, там Мухаммед Али там тренировал в свое время, приезжал. Ну, там залы-то менялись, там много залов, залы менялись. Где спорим-партнеры, и обычно так смотришь? Там уже каждый спорим-партнер, уже когда начинаешь, боксеры, когда уже ты чемпионом становишься, ты нанимаешь спорим-партнеров, за хорошие деньги им платишь. А внизу, там каждому нужен бой, каждому нужен, каждому нужен споринг, это обоюдные споринги. Туда ходишь, туда ходишь, вот такие бывают. Бесплатно, да. Да. Зарубились, вышли. А ты вот, ну, когда жил в Майами, вообще тренировался, готовился, кто там из твоих, с кем-то там из известных на тот момент ребят спарринговал? Да, я спарринговал с Риддик Боуэй. С Риддик Боуэй ты спарринговал? Да, Майкл Мурер. Мурер тогда еще боксировал? Не, не боксировал. Не боксировал, но так. Да, у них там тоже, кстати, зал был, я был там у Майкл. Еще этот был, который с Льюисом, который дрался. Шенбрикс? Ты боксировал, да, с ним, но не... Нет, я не спарринговал, спарринговал с ним с Тимур. Со мной у него спаррингов ни разу не было. Вот это без зубов был, он этот парень, который заплакал с Льюисом, который... А, Маккол. Маккол, да. Маккол, он спарринговался. Меня удивляло, это люди, которые такие большие бои проводили, они за спарринг какую-то копейку брали, они с молодыми боксировали. Какие бы чемпионы, они не были, они уже в возрасте, они уже быстрее. Тем более, в таких шлемах, в таких больших перчатках. Я их обыгрывал, но, конечно, очень опасностями, там один удар, можешь там все испортить, но очень осторожно. Но я опережал любительскую карьеру, любительский бокс, опыт свой, этот любительский, этим пользуюсь, я их обыгрывал, я их бил. Эти люди, которые там сделали такие имена и заработали в свое время, там такие деньги, вот это Майкл Мурер, по-моему, они рассказывали, на обед летал, говорит, в Сан-Франциско. Пообедал и обратно прилетел. Какие возможности были? Нанимал самолет. Вот 10-15 миллионов за бой получали эти люди, потом спарринговали. За 20-50 долларов? Да, вот 100, ну, им-то не 20, им-то не дашь, им, да, 100 долларов отдавать. Но я вот тогда задал, думал бы я никогда, вот, надо вовремя остановиться, уходить и не дойти до такого уровня, чтобы там боксировать с молодыми. Они же все равно быстрые, они все равно идут, у них глаза горят. А эти люди, которые от бокса ушли, им никому нечего доказывать уже. Просто пропускают тоже, они не злятся, они это такой вот. Но зато подставляются их головой. Вынуждены почему-то это делать, видимо, финансовая нужда. Вот это вот, да, вот это же. Неприятно это. Ну, Риддик Боуи, я считаю, один из самых, ну, во-первых, технически очень крутых. И мне кажется, все-таки он просто не смог реализовать свой потенциал. Он был абсолютным чемпионом, Риддик Боуи, это фантастический боксер. Да, да. Расскажи про эти спарринги. Он закрывается, ему, когда были большие, 18-юнцовые перчатки, да? И бьешь, как будто, даже не мещик, бьешь, как будто об стенку бьешь. Он так закрывает, закрывает, и какой-то плюх, как даст снизу вверх. Поэтому с ними так очень осторожно. Вот это спарринги, наверное, тоже опыт, хороший опыт этих спаррингов получали. Эти боксеры, которые, вроде он, ты его бьешь, бьешь, там, как плечом, так вот закрываешься. Кажется, ему вообще ничего не больно. И он оттуда вот так вот, чуть оттуда, как воткнется снизу. Неприятные. Да, неприятные такие удары. Вот такие идут. Эти профессионалы, большие профессионалы. Такие ребята, ну, видишь, вот так вот они, когда попадаются в спаррингах, от них очень много опыта получил. Были молодые боксеры, были такие, какими только это, вот, Америка. У нас, когда тренируешься, готовятся на бои, наша, как бы, отработка, это то, там, так бывает у них. Это слово нет, отсутствует. Я сам видел. Перчатки надели. Каждый хочет что-то, доказать, что-то сделать. Вот, в одном зале кого-то уронил в Нью-Йорке, в Чикаго, в Лос-Анджелесе. И этот же день вечером во всех залах знают. Там кого-то уронили. Настолько вот эта вот почта работает, боксерская. Настолько это, ну, вот, важно, да, вот в зале, в спарринге. Да, поэтому, вот, я когда выходил, я старался сделать все максимальное, всяким именитом, когда в спарринге. Когда уже ты идешь на чемпионскую бою, чемпионом стал, у меня спарринг-партнеры, там, 4-5 человек нанимали, они приезжали. Два раунда, два-три раунда, так вот, менялись с ними, да, каждыми. Ну, они идут, они хотят, каждый тебя, что-то сделать тебе такое, чтобы этот, и за них заговорили. Прославиться. Да, вот такая там внутри, в боксерской мире, вот это вот есть такой, этот, каждый хочет где-то. Вот мы же сами элементарные, мы видим, когда этот недавно писали, у Альдера, говорит, кто-то уронил в зале. Никто это не видит, но это зато все знают. Такой этот слух очень быстро в боксерском мире бегает. Поэтому такой вид спорта, которым надо всегда быть в форме, если не в форме, надо. Лучше не выходить. Лучше не выходить, да. Да, ну я вот твои слова подтверждаю, и думаю, ты тоже скажешь, что вот, ну, в Америке к спаррингам по-особенному относятся. То есть там ребята, которые приходят, тем более молодые, они, для них это настоящий бой. То есть они так выкладываются, и там такие спарринги, что вот чем-то и славится, да, это Америка, там, на самом деле, очень много спаррингов, и там сразу растешь в боевом плане. Вот мы в спарринге, вот на бои, когда готовишься, ну, по раундам, да, там 80, 90, до 100 раундов проводишь подготовительный метод при подготовке к бою. Ты столько и пропускаешь, и готовишься, и этот, ты так устаешь, и на бой уходит, бой, бывает порой такой, даже самый тяжелый бой, он легче, чем спарринг. Ты на бой вышел, тебе легкость, тебе перчатки маленькие, ты уже этот, ты говоришь, там, когда у спаррингов уже ничего-то не получается, этот, единственное, ты себя успокаиваешь, мысль, тем, что на тебя не будет этого неудобного шлема, который там не дают много видеть, на тебя будут такие перчатки, маленькие, да, маленькие, и твои руки будут летать, это успокаивает. Успокаивает, а так в спаррингах подготовка очень, всегда тяжелее. Чем сам бой, всегда тяжелее, огромный объем, и по ударам, и вообще по всему, это самое тяжелое пройти лагерь, да. Еще вот такие здоровые ребята выходили, у меня уже силы исчерпывались в этих спаррингах, их трое, четверо, два раунда с одним, три раунда с одним, два с другим, потом 30, еще с другим, ну, бою, когда, чемпионскому бою, когда готовишься, мы проводили один раз только 12 раундов спарринга, готовишься, там 4 раунда, 4, 6, 8, 4, 12 раундов, 8, 6, 4 обратного спуска. Ты уже понимаешь, что ты готов, но эти 12 раундов, например, даже 8 раундов, ты боксируешь одним, он хочет тебя где-то что-то зацепить, 3 раунда, он так на тебя этот, он ушел, другой уходит, свежий. Такой же? Да, а другой этот, поэтому, я же говорю, это при подготовке настолько тяжелее в этом боксе, чем в самом бою, вроде ты готовишься, готовишься, я там, один бой был, у меня за 47 секунд закончился, мы так готовили, столько спаррингов, столько всего, мы должны были в чемпионском бою готовиться, Шонамбрыкс, сказали, что он заболел, переносится бой, и чтобы это зря не прошло, другого соперника дали, мексиканцы, но все равно, какой соперник не был, надо относиться, серьезно готовиться, ты столько спаррингов проводишь, вышел, 47 секунд, бой закончился, и думаешь, блин, ради этого, раз, только трудо было сделано. Так вот бывает в жизни, ну, во всем это, наверное, в каждом виде спорта, наверное, так бывает, поэтому это все наше вознаграждение от Совершенного за наш труд, за наше терпение, за наше этот... Я всегда боксером, в России мы ездили, я всегда ребятам с мастер-класса, после мастер-класса всем говорю, терпение, подготовка, в любом виде спорта, что это, бокс, ход, борьба, ход, в любом виде спорта, труд и терпение, она все равно, рано или поздно... Даст свои плоды. Даст свои плоды. Некоторые, хотя там что-то не получается, там перчатки бросают, ходят. Тут, вот, там проверяется наш характер. Есть очень много боксеров, которые там так хорошо получали, там что-то не получилось, там не получилось, там засудили, там засудили, ходят, в эти моменты перешагнуть, это надо работать над собой. И любой труд, который ты терпел, и любой труд, она все равно оправдывается. Рано или поздно, да. Рано или поздно, обязательно. А ты боксировал с Шенненом Бриксом, ты боксировал с Эвандером Холифилдом, ты боксировал с Владимиром Кличко. А кто из этих трех бойцов для тебя был самый сложный? Сложнее был Холифилд. Холифилд. Холифилд, это вроде там возраст был, у него там говорили, это человек. Я сейчас потом смотрю боевые, на самом деле, тогда, когда при подготовке мета, они замечали, любой твой удар, он контратаку, идет он на контратаку, жестко. Вот это вот, ты бьешь, он вроде с Кличко, там вроде там бой не получился, Кличко на бой не пошел, мы ждали к нему на хороший бой, там, чтобы встретить этот, он перед рукой, перед пять-шесть раундов, правой рукой ни разу он не ударил. Да, он только в седьмом раунде чуть ли не перед нас ударил. Он сломал мой, наш ход боя, этот, подготовил, ну, как его, наш настрой. Я настолько готов был, правый и в разрезе, или там, в контратаку, настолько готовились, это он не дал. А тут, Холлифилдом, он, блин, он любой, этот, он до 12-го раунда, вроде, человек таком, мне там говорили, при подготовке этого человека, недооценивайте этот человек, на каждый бой он индивидуально готовится, и он все твои стороны, хорошие, плохие, он все изучит, это профессионал. Ну, не так-то, относились тоже нормально к этому. Но я убедился в бою, вроде, в такой форме хорошей тоже был. Выдарил, он всегда огрызается на вот эту контратаку. Такую вот эту, еще на так поставленную, вот так вот, ты только вроде кинул, и он или в разрезе, или... Контратакует сразу. Да, вот это вот, в этом бою хороший опыт получил, чем с Кличко боем. Кличко бой закончился, я в раздевалке, я думаю, блин, у меня столько энергии, столько силы, даже не успел это реализовать, потому что это человек, который и сам ничего не делал, и когда вот большой рост, руки, эти люди, они не дают тебе тоже делать ничего. Все, стоит на дистанции, стоит, стоит, он кинул обратно. Ну, вот это вот, и зрелище испортил, и бокс испортил, и после раздевалки там купаюсь, столько сил, и все, даже не получилось, даже его использовать. Холлифилд многие специалисты отмечают как одного из самых техничных боксеров в профессиональном боксе, как одной из самых лучших техник. И у него прекрасные, конечно, ноги, прекрасный джеб, вот, поэтому я вот понимаю. Я помню тот бой с Холлифилдом, ты боксировал в Москве. Да, да, в Москве было, я же говорю, до 12-го раунда. Но один раунд был такой, этот, седьмой или восьмой раунд, я ему попал по животу, у него такой вышел, у него такой вышел, у него закрылся и дальше бил. Но он так защищается, что, опять-таки, только можно руки отбить на нем. Только руки можно отбить на нем, да? Да, он этот, и мне говорят, почему ты этот, ты пожалел, ты этот специально не стал добивать в боксе, когда боксируем, не знаю, этот, жалость какой может быть, как человек может рассчитать. Многие же говорят, там, бой продали, говорят, я этому не верю, как можно бой продать. А как ее продать? Поставить свою голову? Так вот мне говорили, там, почему молдит, в этом раунде я не добил. Я пошел добивать, он так закрылся, он может там отвлечь меня добиванием и так встретит снизу, к ним ударом. Поэтому бокс такой максимально осторожный делал. В таких боях получаем опыт, и этот опыт я всегда старался передавать молодым, которые сейчас боксируют, которые ездят за границу. Султан, а сколько недель ты готовился к бою против Владимира Кличко? Это 2008 год, правильно? 2008 год, да, чуть задержался в Дагестане. После Нового года, по-моему, я приехал где-то, ну, по неделям ждал, где-то 7 недель, по-моему. 7 недель? Да. Это был объединительный титул, то есть у тебя был ВБО, у него был IBF и IBO, то есть за три пояса был бой. Я помню тот бой, я специально его опять пересмотрел. Прокомментируй, пожалуйста, я уже поговорил с судьей одним. Вот действие Владимира Кличко первое после гонга, он выходит и своей левой рукой размахивается, бьет тебя по передней руке под твоей потравой. Выглядит как-то немножко, мне кажется, сомнительно. Мне сказали, что в правилах не написано, что нельзя рукой по руке бить, да, но он это делал так, что я думал, что у тебя вообще там рука оторвется. Просто когда там встречал тебя такую на жесткую руку, прям это видно, какая была тяжесть. Вот свои ощущения по этому поводу, скажи, насколько это тебе вообще мешало? При подготовке в бой у меня была большая проблема с рукой, левой рукой. Это они знали, они не знали, какая рука. Вот тогда, когда он начал бить, я тогда уже понял, мне говорили, у них все равно какой-то агент, как бы ты не стараешься все закрыть, ты не получаешь, потому что наши тоже ездили к ним туда на спарринг, на бою его подготовки смотреть, там человек был туда, в зал заходил, как их смотрел, там что как, они приходили, говорили, так, так, какая подготовка идет. У тебя проблема с кистью была, с кулаком? У меня левой рукой постоянно, я после каждого спарринга, я доктору бовал, вот это ставил, всякие процедуры, этот, мне говорили, можешь перенести, ну, куда перенести, если перенести, потом тоже будет такая проблема, это проблема, которая вечная с рукой. И вот это они знали, проблема с рукой через этих людей. Мое мнение тогда в ринге, я понял, что это он бьет специально по руке, это правильно, как судья сказал, что это не запрещено, это бокс, он бьет куда, по руке, по голове, куда он бьет. Ну да, сбивает тебя, да. Сбивает, да. Вот это вот, мне так показалось, они специально, он ходил, чтобы по руке бьет, чтобы сбить, и наступал тоже так вот ногой на ногу. Да, ты, кстати, пару раз точно падал, да, то есть я, то есть он, ну, вы как бы, две ноги близко, понятно, он прям наступал тебе как в движении, ты когда двигался, да, он прям, бам. Он наступал, держал, такой этот, это вот у них, Эммануэл Стюарт, он очень покойный, да, он очень тренер, они нашу подготовку, они сломали, они технично, они вот вывели нас из себя. Мы так готовили к бою, который он, вот как-то он на нас пойдет, дергает-дергает, он как пойдет, это вот, или навстречу, или этот, этот человек, один, два, три, четыре, пять, то есть седьмого раунда он правый ни разу не кинул, он. Да, я столько ждал этот правый, я уже перестал ее ждать. Да, ты караулил, ты еще садился налево, садился, ну, ждал, когда он будет, а он не бил, не бил, только вот сбив и джеб. Да, сбил, джеб, сбил, джеб, руку сбивал, джеб, и на руку наступал, очень такой некрасивый бокс тоже сделали, ну, сейчас что об этом говорит. На тот момент, на тот момент, мне кажется, что, я сейчас там, ну, не вспомню, просто помню свои эмоции, когда смотрел этот бой, мне казалось, что таким осторожным Кличко не был ни с кем. Ты для него была такая серьезная и большая угроза. У него этот, был же, да, это, Кори Сандерс был. Кори Сандерс Левша был, да, который он опубликовал. Левша, он там, да, он два-три раза уронил у него вот это вот. Они очень осторожны, очень это даже на пресс-конференциях, на этом. Мы там все равно же там по американской схеме стараемся там друг другу. Вот там этот, этот человек очень даже не смотрел, отходил, уходил. Общение, встреча избегал. Я почувствовал, он боится. Боится. Да. И страх, и на ринге тоже такой страх, такие глаза. Вот это ему пришло в пользу. Если я боялся бы, и маленький, и он высокий, он мог бы меня добить. Да. А когда ты выше, и когда ты этот, у тебя все это, у тебя когда есть, тяжело. Вот маленькому тяжело туда наступать, идти вперед. Поэтому это его осторожность испортила и красота боя, и красота бокса. И весь сам бой тоже он, они там, хотя очень такой негатив за этого боя они получили, но это забывается за следующий бой. Есть победа, да, там есть победа и все. Дальше ушел, следующий бой провел, это уже забыли все. Да. Владимир Кличко, это, как время показало, это был твой последний поединок в профессиональной карьере. Почему ты не стал дальше боксировать? У меня была левой рукой постоянная проблема. И до этих боев я уже устал ходить. В Америке это называется хиропрактор. Хиропрактор у нас, как это называется, не знаю, каждый день спарринг. День спарринга, мы делали неделю три спарринга. Спарринг делаешь, один день отдыха, потому что мне в руке нужен был отдых. Левой рукой у меня вот этот кист на кулаке я сломал, когда этот за два-три боя до чемпионского боя, мне уже было больно бить. Вот это вот очень тяжело. Я кулак заворачивал, это все равно, чтобы боли не было, и ударил. Я чувствую такую острую боль, как будто горит. Вот это, ой, у меня кусочка, она ушла. Да, 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 Казанов, да. Я победу отпраздновал, утром стою в гостинице, была вот такая рука, потому что я стала. Поэтому этой левой рукой у меня была постоянная проблема. Поэтому я знал, что, перенося бой, эта проблема завтра тоже будет. Останется. Останется. Поэтому я уже устал от фиропракторов, от докторов, от этих людей. Мне говорили, можно там даже видео показывали, какой-то этот МММшник, они там какие-то даже позолоченные эти поставили сюда. Но это никто не гарантировал операцию сделать, потом она срастет, что как будет. То есть ты операцию на руку так и не сделал, да? Нет, не сделал. Не сделал операцию тоже. Поэтому и вот это была мысль, что этот, когда чемпионом мира стал, у меня с рукой проблемы всегда были с левой. Я думал, я радовался, я думал, хоть завтра можно уже перчатки повесить, что это была сделанная работа, была не зря. У меня потом были предложения, хорошие такие интересные предложения делали, HBO даже в бой. Один был там, этот американец, мексиканского происхождения, по-моему, забыл, как его, такой драчом был один очень такой. С ним бой, там хорошие деньги предлагали. Я отказался. Нос мне дышал, нос перерывал, нос начал дышать. Руку все исправил, сейчас обратно идти. Уже не хотелось. Уже не хотелось. Те нагрузки испытывают, это большие нагрузки. Это большие нагрузки. А организмы, как сказать, изнашивают? Такие тренировки, там парк, выходили в парке, там как круговая тренировка, там просто вот после каждого раунда, например, на раунд они давали такие нагрузки. Вот так седьмой или восьмой раунд было, я сел, я думаю, я встану сейчас или не смогу, или не смогу встать. И тренер подходит, такой вот этот, шампион говорит, все, уходим. Я говорю, еще 4 раунда осталось. Нет, нет, уходим. Вот такой подход, тренировка, он уже понимает, он понимает меня, и он остановил тренировки. Вот такие, ну это, это из-за труд, я рассказываю, какой труд там бывает. Поэтому к этому обратно возвращаться, если там какой-то другой вид спорта, можно было в боксе, это тяжело. У меня нос, один человек был у меня на углу, когда в перерыве, просто он сбоку встал, у меня просто нос поднимал, так держал мне нос, так держался нос. Ага, так дышал, да? Да. То есть так открывался, так он, да, вот так вот, он просто вот так вот держал мой нос. Это была его функция. Держать носу, там им ранее. И потом операцию носа сделал, все сделал, там какие-то продолжения не были. Мы этот, всегда, вот это вот, я благодарен Всевышнему, что эта рука, может, у меня болела из-за этого. Я становился, может, дальше больше столько вреда нанес при здоровье, если рука была бы целая. Это во время остановиться, она мне помогла. Твои родители тебя всегда в этом поддерживали, в боксе? Я, отец был, ты тогда умер, мама у меня, когда родился, еще умерла, поэтому я как-то от родителей подальше вырос. Отец был. Воспитал, получается, там, тетя, бабушка. Тетя, отца, сестра воспитала, меня, ее тоже нету, поэтому, меня чтобы останавливать, таких-то не было таких. Отец всегда говорил, он живой был тогда, он же старый был, он говорил, хватит, не нужно, хватит, не нужно ничего. Его слова были, поэтому мы остановились и ни один день не пожалел тоже. Когда я тоже принимал решение о том, что я больше не буду на ринг, я думал, что, ну, время придет, там это придет, я это сделаю. По итогу, это оказалось самым сложным решением за всю мою вообще спортивную карьеру, сказать себе, что ты больше не оденешь перчатки. Это было самое сложное. Я не спал неделю, когда вот я просто представлял, как я это буду говорить, это надо было сделать публично и сказать самому себе, ну, то есть себе принять, что ты все больше не будешь боксировать. Это было самое сложное решение. Но делать его нужно. Да, это делать нужно, я это всегда понимал, поэтому я еще раз говорю, если вот так вот рука болела бы, тебе намного легче было бы решать себя, убедить себя, потому что ты готовишься к бою и параллельно у тебя еще идет еще одна работа с доктором. Все вот это вот подготовительный период. Поэтому это очень тяжело. Ты знаешь, когда рука болит, ты ему думаешь, там ничего, сейчас подерюсь, но это оказывается, мне потом доктора рассказали, тебе говорят, твой мозг не даст ударить. Ты, как бы, ты, говорит, этот не бил, вот в момент удара, говорит, твой мозг остановит. Из-за этой больной руки она говорит, мозг остановит, вот до удара доходит, там мозг остановит, ты не сможешь ударить. Это инстинкт самосохранение, чтобы себя не разрушать. Поэтому сейчас уже подсказываем, помогаем молодым, чтобы этот наш флаг поднимали. Вот год-два чуть-чуть проблемы не делали, сейчас в боксе в последнем чемпионате мира подняли флаг российский, надеемся, дальше тоже будут и поднимать, и гимн, и представлять нашу страну, везде, во всем мире наши ребята. Очень на это надеемся и Федерацию и России, и Федерацию Международного бокса, конечно, ну, выделяют как одну из тех организаций, которая убирает в сторону всю политику, только спорт, только спортсмены, вот, честный бой, как бы, гимны, флаги, вот, никого не ущемляя в этом плане. Международная Федерация бокса, как бы, это, конечно, отстаивает. Да, да, это бокс, конечно, это много заслуги Мар Кремлева, очень много сделал для бокса, и сейчас тоже делает и для ветеранов, и для боксеров, все, помощь, все этот, такой человек в боксе, это плюс большой, и плюс, и этот, и гейм, и флаг подняли, и гейм российский, это было очень приятно после чемпионата мира смотреть, поэтому, ну, это, сейчас такая политику сделали, так что, конечно, страдает очень много ребят, и боксеры, и борцы, и во всем, каждый спорт, все спортсмены, все спортсмены, и вот эти шалки, которые люди готовят, которые готовились на Олимпиаду, сейчас подвешены в состоянии. Султан, я тебя хочу спросить о явлении, которое ты сейчас знаешь, современное, там, последние года три, вот, развивается, так называемая, поп-индустрия, вот, есть такие бои, и поп-ММА, и поп-бокс, вот, когда, по сути, не боксеры, одевают перчатки, вот, ну, хотят быть, на похожих боксеров, вот, и по правилам бокса, там, проводят поединки, вот, ты по этому поводу, что думаешь? Знаете, каждый делает, да, как может, каждый, мы же никому, не имеем права запретить, они выбрали, они, у них, если не получается, почему бы и нет, боец, один пол, как его, Джек Пол, Джек Пол, да, он расходчивался, блогер, да, у него и получаются боксы, почему бы и нет, если его, там, поддерживали, если люди, за него болеют, не обязательно быть, там, профессиональным боксером, с детства, но люди, которые, если у них получается, главное, чтобы ущерб, бокса это не было, я не думаю, от этого ущерб бокса идет, и второе, ММшник, который вызывает бой, вот сейчас, недавно, вот это, НГану такой бой, выдал, да, ты посмотрел этот поединок, ты смотрел этот бой, ну, Тайсон Фьюри, он королем бокса, я себя называю, такой бой показывает, это стыд и позор, боксеру, который хочет назвать себя лучшим, так не должно было быть, я бой смотрел, Майвезер и Макгрегора бой, Майвезер, он, он бизнесмен больше, чем боксер, он отбоксировал, отбоксировал до определенного времени, когда захотел, тогда остановил, он мог и пораньше остановить, он показал и шоу, и бокс, и заработал, а тут, вроде ты зарабатываешь, но, просто, обидно, да, за бокс, который он показал. Выглядело это очень неприглядно. Очень неприглядно, он ничего не сделал, чтобы победить, он ничего не сделал, чтобы хоть какой-то бокс показать, вот такой бокс, такие чемпионы не должны такой бокс показывать, или завязывай, уходи. Либо Дерис как ты настоящий чемпион, да? Льюи Дерис как чемпион, это, не знаю, это было очень неприятно даже смотреть. Ленекс Льюис, тоже я читал его комментарии после поединка, типа, вот, ну, с твоими абсолютно схожими, типа, если он, это там, сегодняшнее лицо, там, супертяжелого веса в мире, как бы, там, король, там, супертяжелого веса, типа, мне очень жаль, и вообще печально. Слишком много было слов, но он, во-первых, он подстроиться не смог, он какой-то суетился, ни разу не попал толком, это очень странно выглядело. Он набрал тоже много, у него вес тоже намного больше был, и он просто недооценил. Он думал, сейчас видит, накидает, сверху, раздавляет, дам, совершить так не бывает, где-то на ринг, это бокс. Ты тоже считаешь, что Нгану там, на победу больше наработал в том поединке? Ну, если там по боксу смотреть, ну, такой равный бой был. По очкам, может быть, там где-то плюс-минус. Да, плюс-минус это было, но не для чемпиона, это было, это очень мало, чтобы так вот, для чемпиона вот такую победу делать. Ну, конечно, как с точки зрения бокса, смотреть, посчитать, ну, он-то по бою там, наверное, он выиграл, не так, чтобы так вот, нечем радоваться такому вигры. Точно, радоваться вообще нечем. Вообще, это наоборот, огорчение такое. Мне кажется, что, кстати, Султан с таким Фьюри, мне кажется, Усику будет, ну, очень просто. Как ты считаешь? Знаю, это для Усика самый тяжелый соперник, я считаю, ладер и этот, и Фьюри. И Фьюри, да? Да, но Фьюри, такой человек, он к Усику подойдет в совсем более в другой форме. Это чтобы, как вы не говорили, но тут ошибка, я думаю, сам он-то рассчитался с этим боем, но с Усиком раздавить Усика, Усика, такой легкий бой с ним не получится. Теплый ванной не будет. Да, он начнет там и сверху, и по затылку, по перчаткам, это у него все равно такой весь удар, там же есть такой этот, и может он там повисеть на нем, затаскать его так, что очень тяжело будет в этом бою. Если это будет, если это случится, да, если это случится. В вечере Мнгану в Фьюри боксировал Арсланбек Махмудов, дагестанец, который живет в Канаде, супертяж, вот, наверное, ты видел этого парня? Да, я хорошо следил за ним, вот этот бой, у меня не получилось, параллельно у нас еще бой был, с Асланом был, с Папиным, я это смотрел, потом туда переключился. Ну, я к тому, что по поводу перспектив, очень большой парень, высокий, с ударом, у него, по-моему, все победы нокаутом, вот, ты по поводу него, что думаешь по поводу его перспектив? Готов он там стопами боксировать? Джошуа, Уайлдер, не знаю, Юрий. Если такие бои провел человек уже столько, он же давно уже профессионально. Он давно уже, да, он уже давно. Он должен быть готов, первоначально, сам должен быть готов, если и получается, почему бы и нет. Надо попробовать, а так вот, когда уходит, сколько можно там, внизу боксировать, без имен, надо же с именами боксировать, чтобы и самому интересно было, и чтобы планы заработка было, и чтобы имя все сделать, уже пора, надо выходить. Ну, на большие имена, да, на большие имена, конечно. Султан, ты Владимира Кличко после поединка вообще видел? Мы один раз созванивались там, через кого-то, по-моему, созванивались, а так больше я нигде не видел его. Если вдруг где-то встретитесь, как думаешь, поздоровайтесь, пообщайтесь? Учитывая сегодняшние события, я даже не знаю, а так у нас там ничего так обидно не было, как этот бой, бой после боя. С уважением, да? С уважением расстались, а так на сегодняшний день непонятно, все так, все поменялось, кто как поведет себя. Хотел еще спросить тебя, как человека, который боксировал в супер-тяжелом весе, по поводу нашего соотечественника, товарища Мурата Гасева. Что ты думаешь по поводу его карьеры? Потому что, ну, понятно, когда вот он в первом тяжелом был, очень ярко, потом такая долгая пауза, потом вот невнятные соперники и вот сегодня поражение. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, Мурату ему еще возвращат, и надо такую работу ему делать. Мне кажется, он это уже и не сделает. Так он очень, на самом деле, яркий боксер. Он показал все, всем все доказал в своем весе, в тяжелом весе. Ему очень тяжело будет. Опять-таки, тот же самый Усик, который сейчас он уже у всех более такой вот здесь ударом. Да. А если других боксеров называть, там же Уайдер, там, ну, очень много таких боксеров, которые с ним очень тяжелым будут, поэтому возраст тоже уже уходит. Когда чем больше, тем уже против работает. Поэтому Марат все для себя сделал. На его месте бы я уже завершил карьеру. Думаешь бы завершил, да? Да. Ты последний бой его смотрел? Я смотрел последний бой тоже. У него Марат, ну, он сам не тот, сам это я понимаю, сам это понимает, ощущает. Я не тот, какой он был, что он может показать. Вот тяжелом весе, для него это много, это слишком много веса набрало. Когда килограмм 10, ему надо скинуть. Понял. Это тяжелая работа. Еще один бой, которого я очень хотел тебя спросить, и хочу, чтобы ты ответил, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев. Это наши два чемпиона в полутяжелом весе, обладающие поясами. Какой уже, получается, год, говорят об возможном объединительном титуле. Если бой случится, на чью сторону ты предпочтение отдашь? Как ты думаешь? Это очень такой бой загадочный. Знаешь, Бивол, я ему бой такой хороший показал, он последний, да, предпоследний, или последний. С Альваресом. С Альваресом, да. Там никто не ожидал, что он выиграет. Он показал то же самое мне этот Артур Бетербиев. Я думал, у него проверка была с Гвоздиком. Я думал, Гвоздик как боксер, он как получше. Он его не почувствовал. Переехал вообще. Переехал, да. Поэтому оба такие очень загадочные боксеры. Но Артур, что мне нравится, у него как будто усталости нет. Он и сила, мощь сохраняется в поздних раундах. А как боксер переиграет, Бивол, Бивол бокс лучше. Поэтому это бокс и сила. 50 на 50, в общем, да? 50 на 50. Как и многие. Да, Артур с ударом, Бивол, да, Бивол на ногах, там можешь, он там побегает, можешь измотать, его. Опять-таки, я думал, то же самое, когда его бой был с Гвоздиком. Думаю, Гвоздик его там измотает. Даже его не почувствовал. Поэтому это бой очень интересен. Чисто боксерам это очень интересен. Я не знаю, как большая публика к этому относится. Да, но боксерам очень интересно. Боксеры, которые понимают, видят бокс, им очень интересен этот бой. По сути, два разных стиля, да? Да. Два разных стиля. Два разных стиля, и оба, которые люди, боксеры, которые проигрыша еще не знают, это очень интересный бой. В Дагестане невероятно популярность единоборств, борьба, само собой, ну и бокс. Был в Кемерово, когда, тогда, по-моему, четыре золота взял Дагестан. Вот, в общем, сейчас Дагестан, как регион, на чемпионатах России первое, второе, третье место всегда. Расскажи, вот, по поводу развития бокса в республике Дагестан. Что там происходит? Почему так столько много классных ребят? Почему раз за разом на чемпионатах России, Дагестан занимает там общекомандные места? Вы знаете, чемпионами, когда становятся, становятся в Дагестане, очень так с почетом встречают в аэропорту, в каждом городе, там, главы районов, приглашают, их так вот возвышают. Это видят и боксеры, которые с ними ездили, которые не проиграли, это видят молодые ребята, которые только начали заниматься. И такой стимул это дает тем, что дальше уже будет развиваться, дальше будет каждый делать максимально, чтобы добиться такого успеха. Когда я чемпионом стал, меня встречали в этом районе, весь район, встречал этот мусульм Гаджи Магомедов, сегодня он двухкратный чемпион мира, он маленький мальчик, он видел, он сейчас сегодня говорит, мне говорили, вот султан проехал, вот там встречаю, там все ехали, встречали. Это было для маленького мальчика такой стимул, и он занимался, делал все, этого добился, и он добился этого. вот так вот все ребята, кто занимается, когда вот этот вот подсчет, который уважение видит, они хотят сравниваться, они хотят повторить, поэтому я в других регионах не видел так, чтобы чемпионов встречали, как в Дагестане. в Кавказе так встречают. Ну, в Кавказе, вот прям с таким с почетом, да, вот с почетом, аэропорту, там сейчас вот ребята, два чемпиона мира стали, их там как встречали. По воле-борьбе? Нет, по боксу, да, их встречали там у Трапова, потом столько людей приехал в аэропорт, оттуда кортеж, их посадили в кабриолете, ехали, потом представили правительство, там какое-то мероприятие, оттуда там их голова вызывает, потом в каждом городе голова там какие-то подарки, там и чествование, вот это вот, это видят, когда в единоборствах, в боксе, в борьбе, это видят, они все молодые хотят это вот повторить, и они делают максимально, вот это вот, я считаю, это очень правильный подход, потому что вот так и в боксе у нас вот майор Иванов Муслим стал, и такая Зимфира, Зимфира, серебряную, бронзовую олимпиаду взяла, тоже девочка вроде бы, как и этот, но все равно они когда видят, вот это вот повторить, хотят многие, вот это вот так и развивается, и бокс, и борьба, и единоборство, единоборство, вообще сейчас в каждом углу, в каждом селении, в каждом районе там массами занимается, вот сейчас Хабиб ушел, пришел, то же самое занял сейчас в первом месте, взял Махачева, Слава Махачева, да, сейчас американцы, как один Махачев выступает, это Дагестан, куда они взялись, когда один ушел, вроде только избавились, другой появился, говорит, еще похлеще, это все, то, что видели, они хотят повторить, они хотят делать максимально, в этом плане, мне кажется, в ближайшее время такой подъем будет, но от всего люди всегда устают, поэтому, может там устанут, может оставят, борьба очень много лет, да и бокс тоже, ну что там говорить, борьба, борьба уже как бы этот, классический вид спорта, который, да, это, с тех времен, я же помню, Олимпиаду, там в Олимпиаде, как встречали весь Дагестан, аэропорт, там оттуда, по городам, по районам, колоннам, машин, ряда, всегда было, вот мне кажется, вот это источник, успеха, вот это вот, уважение, общение, и встреча всех, ветвей власти, чемпионов, это вот хотят, каждый, каждый, кто начинающий, этого хочет. Султан, тебе спасибо за такую открытую беседу, вот, я много для себя подчеркнул, думаю, что зрителям тоже было очень интересно слушать твои истории, два-три слова, не знаю, начинающим спортсменам, начинающим боксерам, вот, от Султана Ибрагимова. Верить в себя, труд, дисциплина, и вера в себя, обязательно получится, дисциплина, это то, что никогда не опаздывай, как я сегодня к вам пришел. Труд, который, вот, как бы тяжело не было, ты переборешь труд и терпение, но, если сегодня не получилось, завтра обязательно получится. Это главная вот формула, формула успеха. вот это вот для всех, и боксеров, и в любом виде спорта это так. Даже не в спорте тоже. Даже в жизни так же? В жизни так же, да. В жизни, может быть, даже еще где-то тяжелее? Где-то тяжелее, может быть, но дисциплина, я один пример приведу, я много тех приводил, это пример, у нас был олимпийский чемпион, докрадный олимпийский чемпион Абдурошис Адулаев по главной борьбе. Он проиграл американцу 3-4 года назад, по-моему, было, Снайдер проиграл, он там, это восприняли так, очень болезненно все. Я ему отцу звоню, я хочу там какие-то слова сказать, он говорит, Султан, говорит, ничего не говори. Этот человек, говорит, он ложился 9 часов вечером спать. Дисциплина такая была, говорит, он говорит, 6 утра на ногах, он бегал, 5 утра на ногах, он бегал. Я сейчас смотрю, он 12 часов на WhatsApp сидит, полперва в WhatsApp, говорит, вот какая причина. Вот причина. Причина дисциплины. Нет объяснения больше никаких. Мне ничего не говорили, говорит, вот это я сейчас исправлю у него. И все. Да, вот такая же она дисциплина. Спасибо. Мы с тобой встретимся на нашем совете чемпионов где-то на черт-мельбяне. Все, обязательно. Спасибо, Султан.